Последняя игра Зеленского. Дорогие друзья, кроме того, я сегодня подготовила вам, действительно, интересно собрала короткие видео от немцев, немецких блогеров, а также даже Арестовича, что он говорит, что будет, если вдруг сейчас перестанет война. Класс! Кстати, напишите, что вы думаете об этом, потому что некоторые выражения Арестовича неплохие, очень даже не очень иногда нравятся. Затем вы услышите немцы, известные блогеры, вообще, что говорят, так и говорят, что время клоуна прошло, как часики, тик-так, 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 осталось совсем немножко. Европейские страны, в том числе и Америка, особенно сейчас перед выборами, а также все идет тоже к выборам Германии, постепенно кидают Зеленского и из него все абсолютно уже выкачали, что возможно, и теперь он им не нужен. И в истории это было очень часто, что именно какими-то политиками маленьких стран пользовались в своих целях. И когда они были не нужны, кидали их в политиков, которым аплодисменты делали во всех странах мира, когда он приезжал прошалищить денег, деньги, превращали потом, в конце концов, переворачивали все на 180 градусов и превращали его в преступника. Это есть очень много таких примеров в истории. Игра Зеленского практически уже завершена. То, что сейчас проходит на Вкурске, это его, даже нельзя сказать последний шанс, это было все, говорят о том, что было подстроено, что вывести Зеленского из игры, потому что это игра в одни ворота. Добрый день, дорогие друзья, гости моего канала. Вас приветствует канал Эрика Берлин Дочленд. Если вы случайно зашли на мой канал, я буду рада новым подписчикам, нажмите на колокольчик. Если Путин сейчас отправит на войну еще 4 миллиона новых солдат, то я совершенно не представляю, как Украина выдержит этот натиск. А некоторые западные политики постоянно утверждают, что да, у Путина самого много потерь среди солдат, и что ему сейчас нужна всеобщая мобилизация, то есть обязательная служба, как это уже происходило в Украине. Но если бы он сейчас отдал Россию на срочную посрочную службу, потерял бы доверие населения, а затем свою власть. И это, конечно, полная чушь. Мы все это знаем, тем более, что Путин даже не нужно проводить всеобщую мобилизацию. Он просто повышает зарплату, кстати, я говорила в одном из видео уже, и в результате получает больше добровольца. Газета пишет, что Владимир Путин планирует заманить россиян сравнительно высокими премиями, которые они получат, если подпишут контракт на военную службу. В частности, министр обороны России будет платить 1800 евро в месяц, если вы подпишете на военную службу в Украине. Это больше, чем в два раза превышает среднюю российскую зарплату, которая составляет всего 750 евро в месяц. И, конечно, армия Путина конкурирует за молодых людей, которые также нужны в качестве рабочей силы, в оборонной промышленности, и что очень важно. Но я просто предполагаю, что украинский фронт на востоке и в Курске не сможет продержаться очень долго, и что эта война в любом случае будет закончена. Потому что если обе линии фронта на востоке, а теперь и в Курске, на севере рухнут, то Украина довольно быстро будет захвачена. И это будет означать конец войны. Особенно если сейчас прибудет четверть миллиона новых солдат. Министр Министерства обороны России уже несколько раз заявляла, что Россия хочет закончить эту войну в этом году. А теперь они, очевидно, делают это с помощью 200 тысяч новых солдат. Но не только Путин идет на пролом, Зеленский тоже. Газета Франкфурта Альгемайна пишет, что Зеленский заказал миллион беспилотников. Таким образом, можно сказать, что мы наблюдаем крупнейшее иностранное нападение на территорию России со времен Второй мировой войны. И, кстати говоря, недавно везде известные блокеры немецкие говорили об этом, что в один из дней очень много беспилотников именно были направлены на Москву. Таким образом, можно сказать, что мы наблюдаем крупнейшее иностранное нападение на территорию России со времен Второй мировой войны. И мы наблюдаем массивную атаку беспилотников на Москву. И теперь я в любом случае считаю, что эта война уже не закончится переговорами, а все больше и больше склоняется к диктуемому миру. Потому что Путин не смирится с этим унижением в Курске. Он точно не смирится с этими атаками беспилотников на Москву. И теперь он, вероятно, будет мстить, мстить, мстить. Но почему? Кто может быть заинтересован в продолжении войны? Ответ может заключаться в расстановке сил внутри самой Украины. Зеленский находится под огромным давлением не только со стороны международного сообщества, но и со стороны сторонников жесткой линии внутри его собственной страны. Это сторонники жесткой линии не хотят мира. Они хотят полной победы над Россией, чего бы это ни стоило. Но этот план может привести к обратному результату. Ведь теперь, когда наступление на Курске застопорилось, а мирные переговоры провалились, все больше стран отказываются от войны. Даже в НАТО раздаются голоса о том, что война не может так дальше продолжаться. В конечном итоге это может привести к тому, что Зеленский окажется в полной изоляции. А вместе с ним и Украина – большая игра. Последний ход Зеленского – это смертельная игра, которую ведет Зеленский. И в ближайшие несколько месяцев решат, выживет ли он или нет. Запад уже начал сбрасывать его со счетов. И если он в ближайшее время не найдет способ прекращать войну или хотя бы добиться каких-то значительных военного успеха, результатов, это может означать конец политической карьеры. И здесь возникает ирония. Человек, которого превозносили, как героя, может казаться козлом упущения в США, которые подтолкнули его к войне, отвергнутся от него и уже отвергаются потихонечку. А Европа откажется от поддержки. Останется только страна в руинах, и лидер которого – предаль со всех сторон. Но в этом нет ничего нового для истории. Великие державы всегда использовались, малые страны. Их для лидеров, для продвижения своих интересов. А когда эти лидеры переставали быть полезными, их бросали. Зеленский – лишь последний пример в длинной череде политика, которую приносили в жертву подобным образом. Что мы можем из этого извлечь? Крупные державы играют в свою игру. И речь идет не о морали или справедливости, а о власти и интересах Зеленского. Быть полезен для тех пор, пока служит планом Запада. Теперь, когда он становится проблемой, его убивают. Война в Украине с самого начала была геополитической игрой. И Зеленский был лишь фигурой на доске, шахматной доске. Но эта игра имеет реальные последствия. Народ в Украине страдает, а мир стоит на пороге крупного конфликта. Иллюзия мира, которую нам так часто продают, всего лишь иллюзия. Иллюзия. И пока крупные державы будут ставить свои интересы выше благополучия людей, ничего не изменится. Так что, что же нам остается? Мы должны держать глаза открытыми и видеть сквозь манипуляции то, что происходит, правду. Только так мы сможем предотвратить превращение себя в пешки в этой великой игре. Сейчас вы увидите короткое тоже видео Трампа, который говорит, просто говорит, что Зеленский один из величайших продавцов в мире со всех времен и народов, как говорится. Надо еще такого найти, что не успел приехать, получил деньги и уже требуют другие. И не просто какие-то деньги, а миллиарды. Сейчас посмотрите, что он говорит. В конце концов, друзья, Трамп и многие-многие политики понимают, что дальше так он уж сыграл свою игру, большую игру. И что дальше так продолжаться уже не может. Что все уже сыты по горло, даже Запад им. Я думаю, что Зеленский, возможно, является величайшим продавцом из всех когда-либо живших политиков. Каждый раз, когда он приезжает в нашу страну, он уходит с 60 миллиардами долларов. Но он же величайший продавец всех времен. Он просто заходит в магазин. Вот в чем прелесть. Он уехал всего 4 дня назад с 60 миллиардами долларов, а вернувшись домой, объявляет, что ему нужны еще 60 миллиардов, и знает, что это никогда не закончится. Это никогда не кончится. Я улажу этот вопрос до того, как войду в Белый дом в качестве избранного президента. Я добьюсь этого. Он выполнил свою определенную роль, и игра заканчивается и переходит в новую игру. Самое интересное, кто же следующие будут игроки? Ну, понятно, Запад против, ясно, России. А кто еще присоединится? Против кого? Вот это самое интересное. Есть много вариантов, сами знаете, много стран и вариантов. Еще не закончили, конечно, с Украиной, но Украина – это уже пройденный материал. В конце концов, Запад ничего не потерял. Да, люди, народ потеряли, но богатые политики, олигархи только наварились на этом. Итак, нужно искать новые возможности зарабатывания денег. Первое – это была пандемия. Затем у нас Украина. Что будет следующее? Итак, ребята, друзья, Запад устал от Зеленского, и надо всеми путями его подставить. Именно поэтому ему якобы позволили делать последний шанс выиграть эту войну, хотя это смешно даже слышится. И позволили стрелять на территорию России. Дорогие друзья, сейчас, это очень подходит к моему видео, я нашла, что говорит Арестович, если закончится сейчас война, ну, сегодня, завтра, любое время, если она закончится, что будет? И я абсолютно согласна, что он говорит. Кстати говоря, некоторые цитаты Арестовича или его высказывания, я считаю, очень крутыми. Вы согласны со мной или нет? Напишите обязательно мне об этом. Итак, приступаем, что говорит Арестович. Если закончится война, что люди будут делать? Представьте себе, что вот час через час закончилась война. Или завтра. Вот все вы, все мы, живущие в этом надрыве, пафосе, там, желание придушить ближнего, но оказаться правым, вдруг уже не стреляют. Что вы будете делать? Раз, как вы будете оценивать все, что вы намололи за два с половиной года и наделали? Ведь по окончании войны все изменит. Вам будет через какое-то время стыдно смотреть не то, что людям, себе в глаза. Подумайте на эту тему. Война может закончиться внезапно. А вы не готовы. Так вот разочарование, есть разочарование, жуткая проблема от того, что не готовы к началу войны, но я такой закину тезис. Разочарование и катастрофа, которая будет после внезапного окончания войны или планового окончания войны, будет ничуть не меньше. Потрясение. Я бы на вашем месте начинал готовиться к мыслям. Как я буду жить после войны? Когда откроются границы, когда все вернутся, кто захочет, или наоборот выйдет, кто захочет. Когда надо будет искать работу, особенно военных это касается. Миллион триста вернется на безработицу. Когда совершенно неизвестно, что нам там будут давать или не будут давать на послевоенный реформ. Когда надо будет разбираться с минными полями, разрушенными предприятиями и прочим. После военного восстановления будет ой, как хуже, намного сложнее, чем война. Война черно-белая. Все очень просто. А там все станет снова очень сложно. От личных отношений до экономики и всего остального. И до спроса поиска смысла. Начинайте готовиться. Один писатель сказал, как это, наслаждайтесь войной, мир будет ужасен. Кстати говоря, некоторые цитаты Арестовича или его высказывания, я считаю, очень крутыми. Интересно, когда закончится война, как некоторые люди будут смотреть в глаза друг к другу, которые, знаете, которые этой войной, через которую они наживались друг на друге. Друзья на друзей, прикрываясь войной. Интересно, как им будут смотреть в глаза. И которым, опять же, надо будет искать новые места, обетованные, как говорится, где им будет выгодно. Сейчас выгодно, например, на Западе. Потом они побегут в другое место. И не стыдно будет смотреть другим людям в глаза, когда они, живя, скажем, в одном месте, говорили на тех людей, которые им потом будут выгодно там жить, побегут в другое место. Говорили гадости, грязь, обливали грязью и так далее. Интересно, как это будет дальше. Это те люди, которые живут постоянно, куда ветерком подуют. Там выгодно. Все. Понимаете, у них нет собственного мнения. Для них только важно, для них только важно благосостояние, временное благосостояние. Они не думают о будущем. Они думают только сегодня, что сейчас выгодно. Дорогие мои друзья, подписчики, гости канала, я прощаюсь с вами. Заходите на новые видео. Пока всем. Мира, счастья и здоровья. До новых видео. Пока.